Депутаты Государственной Думы в первом чтении рассмотрели законопроект об увеличении налогового вычета на детей-инвалидов. Благодаря поправкам он увеличится в 4 раза. Напомню, сейчас в отношении семей, которые воспитывают кровных или усыновленных детей-инвалидов, размер вычета составляет 3 тысячи рублей. После окончательного принятия поправок он составит 12 тысяч. Увеличится также и перечень направлений расходования средств материнского капитала. Об антикризисной поддержке социально незащищенных семей расскажет Любовь Пермякова. Депутаты Государственной Думы рассмотрели в первом чтении законопроект об увеличении налогового вычета за детей-инвалидов. Это позволит серьёзно увеличить государственную поддержку семей с детьми, у которых есть сложности со здоровьем. У родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будет оставаться большая сумма, которая не будет ими уплачена в рамках стандартного налогового вычета. Сегодня любая семья, воспитывающая ребёнка, имеет право на получение стандартного налогового вычета. Это значит, что часть дохода не облагается налогом на доходы физических лиц. В отношении семей, которые воспитывают кровных или усыновлённых детей-инвалидов, на текущий момент размер вычета увеличивается в четыре раза, сказала Ольга Баталина. Эта мера коснётся семей, которые воспитывают кровных или усыновлённых детей-инвалидов. На текущий момент размер вычета составляет 3 тысячи рублей, 13% из которых не облагаются налогом. После окончательного принятия поправок сумма будет составлять 12 тысяч рублей. Опекунам, попечителям и приёмным родителям, получающим от государства дотации на содержание и воспитание детей, вычет будет увеличен вдвое – с 3 тысяч до 6 тысяч рублей. При этом, если родитель воспитывает ребёнка один, то он получает удвоенный размер налогового вычета. Одновременно повышена планка предельного дохода, до достижения которого родители имеют право на его получение. Ранее она составляла 280 тысяч рублей, а в предлагаемом законопроекте повышается до 350 тысяч рублей. Если в семье несколько детей с инвалидностью, то налоговый вычет предоставляется на каждого ребёнка. Кроме того, на заседание комитета в Госдуме принят ещё один социально значимый законопроект. Материнский капитал разрешат направлять на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов. Расширение мер материнского капитала. На сегодняшний день будут вноситься поправки на то, что материнский капитал можно использовать на приобретение реабилитационной мебели. Может быть, своеобразные вот эти велосипеды для детей-инвалидов, мебель, которую можно адаптировать под нужды ребёнка. Кроме специализированной мебели, это могут быть велосипеды для детей, которые страдают церебральным параличом, шведские стенки и другие спортивные тренажёры, которые необходимы для социальной и бытовой адаптации. Также можно будет проходить специализированное лечение и обучение, причём не дожидаясь достижения ребёнком трёх лет. Оба этих социальных проекта поддержали окружные депутаты. Любовь Пермякова, Владислав Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова